Открываем любой браузер. В поисковой строке вводим SAS планета и нажимаем поиск. Находим сайт SAS GIS, выбираем его и заходим. В правом верхнем углу нажимаем на кнопку скачать. Выбираем последнюю стабильную версию и сохраняем на свой компьютер. Я уже скачал и скачивать второй раз мне не имеет смысла. Находим наш скачанный архив. Изликаем из архива нашу программу. Заходим в папку с программой и запускаем через ярлык SAS Planet. После запуска программы у вас она может быть на английском языке. Вот так она будет выглядеть. Находим вкладку сеттинг настройки. Далее самый нижний параметр этой языки выбираем русский. Когда перейдете на русский, уже будет проще ориентироваться. Заходим во вкладку карты и выбираем спутниковые. Выбирайте любую карту, которая вам понравится. Например, я выбрал Есри. А также я пробовал другие карты. Ждем пока карта загрузится. Вот наша карта прогрузилась. Находим участок, который нам нужен, где мы будем охотиться или рыбачить. В левом верхнем углу выбираем кнопку. Выделить прямоугольную область. Выделяем нужный нам район. Открывается окно. Переходим в нем во вкладку копировать. Выделяем все масштабы, а затем отключаем с первого по девятый. Во вкладке конвертировать формат выбираем параметр Mobile Atlas. Затем папку, куда будем сохранять. В моем случае это папка 123-321. И нажимаем кнопку начать. Процесс этот не очень быстрый. Можете сходить чай попить. Или посмотреть какой-нибудь мой новый ролик про охоту. После завершения закрываем программу. Находим нашу папку с картой. Карта раскидана по папкам с масштабами. У нас получилось с девятого по пятнадцатый масштаб. Хотя брали по двадцать четвертый масштаб. Приложение Amazin точно работает по восемнадцатый масштаб. Это я уже проверил. Карта сохранена в виде квадратных картинок разного масштаба. Закрываем папку. Подключаем телефон. Находим в телефоне папку VoteFone. Заходим. Затем папку UserMap. Папки UserMap у вас может и не быть. У меня ее не было. Я ее создал, а потом переименовал как нужно. Копируем нашу папку с картой с компьютера в папку в UserMap на телефоне. Сразу проверим, что все скопировалось. Вот это моя основная карта, которую я сделал для своего района. В ней масштабы с десятого по восемнадцатый. Закрываем все папки и отключаем телефон. Запускаем на телефоне приложение Amazine Locator. Выбираем вкладку Список карт. Далее в правом верхнем углу нажимаем Троеточие. Пользовательские карты. Выделяем нашу карту. Она верхняя. Опять нажимаем Троеточие. Затем добавить карту. Вводим название нашей будущей карты. Тип карты оставляем прежним, не меняем. Выходим в главное меню. Снова заходим в список карт. И уже видим нашу карту. Выделяем ее и открываем. Ну вот и все получилось. Наша карта теперь всегда с нами. На ней хорошо видны болота, дороги, вырубки, озера. Это карта моего района, которая была в приложении. Сразу видно разницу. Не видно ничего. Где болото, где вырубки, где густой лес. А тут все прекрасно и видно. Удачи всем в создании собственных карт. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Увидимся на охоте. Ни пуха, ни пера. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok